Развертился видос, в котором полным ходом шла настоящая смертельная битва. В один аквариум поместили черную вдову и желтого скорпиона, оба смертоносные, и те сцепились. Вообще в природе эти двое не пересекаются. Этому сделало снятую битву уникальной. На это даже жутковато смотреть, как они сразу поняли, что время убивать, но при этом осторожничали, словно поняли, что оба не лыком шиты, а дерзки и опасны. Вообще это как-то жидко и жестоко, что ли, ведь эти ребята никогда бы не встретились. Вроде как победила-таки паучиха, изловчившись парализовать скорпиона своим ядом. Таково было заключение в источнике. Привет, меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых странных, и не очень, событий последних дней. В 70-х на двух космических аппаратах запустили пластинки из анодированного алюминия, на которых были всякие сведения о Земле и человеке. Они должны были инопланетянам внесолнечной системы рассказать о нас. Так вот, недавно на фестивале науки в Брэдфорде во время дискуссии астрономы и философы заявили, что эти послания расистские и сексистские. Да-да, ведь, во-первых, оба человека на рисунке представляют европеоидную расу, а во-вторых, главная роль на них принадлежит поднимающему руку в приветствии мужчине, а женщина покорно и смиренно стоит за его спиной. Ребят, я, может быть, чего-то не догоняю, но это же просто бред. Ну да, рисунок сделала жена автора послания, и я абсолютно уверена, что без задней мысли. И, честно говоря, дяденька с барышней стоят на одной линии, не? Как люди, которые рассмотрели в этом свои всякие измы, вообще представляют это иначе? Надо было отправить туда альбом с рисунками всех рас и возможных возрастов? Пыть, это были 70-е, поэтому единственное, чего я не понимаю, это почему мужика нет здоровенных гусарских усов. Ох, в общем, неспокоен человеческий дух, и в мирное время люди готовы бороться, хоть за тапочки, ну или за рисунки полувековой давности, которых инопланете-то давным-давно нет. Люди. А вот паренек из Флориды, 20-летний студент-инженер Бен Карпентер, страдает от спинальной мышечной атрофии, которая парализует ноги и части спины и шеи. Всю свою жизнь он вынужден пользоваться навороченной инвалидной коляской, и это обстоятельство он гениально применил, когда решил забубенить косплей. Своими руками, которые у него роботоспособны, Бен к своей коляске сварил машину и повозку из последнего Мэдмакса. Возможно, вы это уже видели, потому что Бен произвел фурор. С соответствующими костюмами у него самого и его подруги Эми они выглядят просто офигенно круто. Парень вообще зверь и все дико круто придумал. И есть люди, которые считают, что за такой шедевр ему открыта дорога в Вальхаулу. Бен Карпентер вызывает исключительно восхищение, потому что помимо отличной идеи и ее реализации, этот парень сумел применить свой недуг себе на руку. Это талант. Уважуха тебе, Бен, ты реально крут и большой молодец. А напоследок у нас хитрющий вор, почти гений, из Нью-Йорка. Многие гениальные вещи были придуманы для того, чтобы упростить быт. И этот парень тоже решил не париться. Он проник в дом, из которого хозяева уже переехали в новый, но еще не перевезли все вещи. И прямо оттуда стал торговать их вещами через интернет. Ну, а почему бы и нет? Далеко ли в одиночку можно утащить стиральную машину, холодильник, плиту, телевизор, матрас и инструменты. А это именно то, что он успел наторговать. Прекратилось это удобство, когда хозяин дома поехал на встречу с агентом по продаже дома и увидел, что у дома припаркован какой-то грузовик. Он вошел в дом, а там мужик незнакомый говорит, мол, приехал за микроволновкой, которую купил онлайн. Только они друг с другом офигели, как услышали шум и увидели, что какой-то мужик, герой нашей истории, шустро удрал из дома и скрылся. Его до сих пор не поймали, а семья ценила убытки от его злодеяний в 5000 долларов. Вот же хитрюга-то, а? А еще на моем личном канале вышло видео, где я ползаю по деревьям, по веревочным препятствиям и преодолеваю их. Если хотите, заходите, посмотрите. Ну а коммент дня к прошлому выпуску от пагеация. Мною сейчас обладеют демоном лексической редупликацией. На этом, пожалуй, все. С вами была Елена Рассохина. Подписывайтесь на Неновости, ставьте лайк и не забудьте поделиться этим видео с друзьями. И если вдруг с вами найдетесь на что-нибудь интересненькое, смело скидывайте эту соответствующую тему на странице Неновостей ВКонтакте и подписывайтесь на ее. А также не забудьте про Твиттер, Фейсбуки, Инстаграм и Гугл Плюсы и однокласснички еще. Спасибо всем тем, кто поддерживает мой проект. Подробнее об этом можно узнать по первой ссылке в описании. Поддержи.неновости.ру Пока! Тейлор, который режиссировал последнего Терминатора и второго Тора, а также кучу серий разных крутых сериалов, в том числе и Игры Престолов. Тогда мы пошли. Пожелай нам удачи. Да. Ой.